Сегодня мы изготовим экстравагантный инструмент, который позволит придать определенному забвению царя всех измерительных инструментов – штангенциркуля. Длинных предисловий я делать не буду, давайте сразу с места в карьер. В качестве материала я буду задействовать подходящий отрезок органического стекла. Конечно, можно применить и другие материалы, например, металл, текстолит и даже плотный картон. Использование мной оргстекла обусловлено только одной единственной причиной, а именно необходимостью получения опыта работы с полиметилметакрилатом. Непосредственно саму обработку планируется осуществлять на ЧПУ фрезерном станке, который я сейчас активно осваиваю. Очень интересное направление я вам скажу. Я уже даже начинаю приобретать инструментарий, вот недавно приобрел несколько кукуруз и несколько стандартных гравировальных фрез. В этой истории я буду применять фрезу кукурузу диаметром 2 мм, а также концевую фрезу 3 мм для вырезания формы. Нужно признать, что в целом с фрезами и процессом фрезеровки я разобрался. Хотя, разумеется, есть еще к чему стремиться и есть чем пополнять багаж теоретических знаний и опыта. Столкнулся я с проблемой иного характера. Проблемой организации отвода стружки. Наверное, все-таки придется обзаводиться промышленным пылесосом. Может, у кого есть думки по этому поводу, пишите в комментариях. Будем думать эти самые думки все вместе. Да, первый результат не удовлетворил моих ожиданий. Деталь получилась чрезмерно массивной. В этой связи, пока моя верная подруга занималась попытками поглотить отрезок провода, я быстренько подкорректировал модель и также оперативно ее изготовил. Кроме указанной детали, была произведена в свет еще одна деталь, которая будет выступать своеобразной крышкой. Ее крепление будет осуществляться с помощью винтов М2.5. Для этих самых винтов в корпус устанавливаю закладные латунные втулки с предварительно нарезанной резьбой. Отмечу, что одна из втулок, располагаемая в центре, имеет резьбу М3. Впоследствии в данную втулку будет вкручиваться специализированный прижимной винт. Разумеется, закладные элементы не будут висеть в воздухе. Слово «висеть в воздухе» в кавычках. Для их фиксации я использую эпоксидную смолу. Кстати, вот вам совет. Никогда не покупайте эпоксидный клей в так называемом двойном шприце. Выдавить одинаковое количество смолы и отвердителя крайне проблематично. Очень бы хотелось посмотреть, как это делает изобретатель всего, с вашего позволения сказать, дозатора. Чтобы не растрачивать попросту самый ценный ресурс человека время, пока набирает прочности эпоксидная смола, я займусь гравировкой. Моя задача изготовить нечто вроде небольшой линейки с шагом деления 1 мм. Заготовка из нержавейки. Особым опытом фрезеровки металла я не обладаю, поэтому подачу и обороты шпинделя устанавливаю на минимальные значения. Лучше уж я потрачу на работу немного больше времени, чем уничтожу фрезу и подвергну повышенному износу достаточно дорогостоящие узлы станка. Да, внешний вид линейки далек от совершенства. По своей длине риски неравномерны и имеют несколько отличающуюся глубину гравировки. Именно таким образом, как я уже упоминал немного выше, я нарабатываю опыт, испытывая станок на жесткость и допустимые режимы обработки. Несмотря на то, что детали из нержавейки, а нержавейку руки так и чешутся отполировать в зеркало, этого я предпринимать не буду. Сомневаюсь, что зеркальная поверхность повысит удобство считывания делений. Одним словом, это как раз тот случай, когда практичность намного важнее привлекательного внешнего вида. Последней деталью, которую мне предстоит изготовить, является прижимной винт. По недавно сформировавшейся традиции, эту деталь я сделаю из оргстекла. Вообще, у меня в арсенале всеволожных крепежных элементов имеются подходящие прижимные винты. Но иногда я люблю блуждание окольными дорогами. Люблю усложнять то, что можно упростить. Ведь зачастую простые решения прижидают путь изобретательного саморазвития и развития смекалки. Поэтому, как говорится, вперед навстречу приключениям. Для пробы заготовку закрепляю с помощью двустороннего скотча. Не знаю, насколько такое решение будет успешно. Посмотрим. В принципе, обработка не очень быстрая и мне кажется, что цель будет достигнута. В заготовку устанавливаю латунную втулку с резьбой, а уже в нее ввинчиваю винт М3. Именно последний и будет выполнять прижимную функцию. Все детали изготовлены и можно производить сборку. Сама операция очень проста. Закрепляю верхнюю крышку винтами, устанавливаю линейку и фиксирую ее прижимным барашком. Целевое предназначение свежеиспеченного инструмента – поиски, разметка центра, заготовка круглого сечения. Ранее, до этого великолепного момента, поиск центра я выполнял с помощью штангенциркуля. Это не очень удобно. Во-первых, приходится проявлять чудеса сноровки, удерживая заготовку и штангенциркуль в одной руке, а второй – прочерчивая линию. А во-вторых, например, при работе маркером не учитывается толщина пишущего узла этого самого маркера. В предлагаемом же мной инструменте толщина карандаша или маркера учтена, что позволяет провести точную линию. Более того, в случае необходимости, например, при вычислении определенного отступа от центра, можно воспользоваться линейкой. Фиксация линейки предусмотрена для более удобной работы с заготовками небольшого диаметра. Пишите свое мнение по поводу данного устройства в комментариях. Будем вести дискуссионный диалог. С вами был я. Антон меня зовут. Жму руку на посран. Пока.